На портале «Экзагет» поступил вопрос, можно ли кремировать православных людей, ведь иногда просто-напросто нет средств, чтобы купить землю на кладбище. Конечно, по православной традиции, земля Исиев – землю от Эдиши. В случае всего, конечно, закапывать где-то человека. Но если всё-таки так вот ситуация, действительно, это требуется больших денег, я не знаю, сколько конкретно, в каких случаях, я ценники смотрел, но я знаю, что это большие деньги, 100 тысяч и больше, и у людей иногда у пенсионеров, у них просто денег нет, и что делать. Но знаете, всё-таки, мы знаем, есть мученики, которые были сожжены, и прах был развеян где-то там по ветру, но это было специально сделано, чтобы делали почитание их мощей. Вот они от этого не перестали быть мучениками и святыми. есть, вон, сколько случаев на войне, когда люди сгорали в танках, так сказать, или там как-то в каких-то блиндажах, и тоже, так сказать, они перестали быть людьми, которые отдали свою жизнь за родину, со счет своих близких. И это вот таких смертей их подвиг не нивелировало. Поэтому, как особый такой случай, крайний, когда другого выхода нету, ну просто денег нет, что сделать, какой вариант-то, то, конечно, это допускается. Но единственное, что надо понять, что это урно не надо хранить дома, и лучше, конечно, ее не ставить куда-то в стену, как сейчас вот иногда ставят стену, замуровывают. Все-таки раз земля и землю отойдешь, то лучше эту урну прикопать, ну высыпать, точнее, даже в землю каким-то своим родственникам, которые не возражают, там, к родителям этого умершего, или там, к его жене, там, в общем, где-то, где у кого все-таки могилы есть, вот взять, раскопать там какой-то, так сказать, и туда высыпать погрубже, вот, и закопать опять, и можно, так сказать, где-то, я думаю, что такие варианты возможны, возможны такие варианты, так сказать, когда нельзя закопать в ту же могилу, потому что, например, прошло мало времени, и там еще тело, так сказать, не дошло до той кондиции, когда можно второе тело закапывать, вот, вот можно, так сказать, так сделать, вот, поэтому лучше все-таки это не вот эту стену куда-то, а вот в какую-то могилу высыпать в перопрах. Ну и главное, конечно, это молитва, потому что нашему усопшему нужна молитва, конечно, важно отношение к телу, все-таки это человек, это душа и тело, тело тоже человек, и даже святые говорят, что приходите на мою могилку, Саровский так говорил, там, и другие святые, то есть это, то есть надо уважение иметь к телу, естественно, но главное, это, конечно, молитва, молитва злоусопшего, это самое главное, чтобы мы на таких похоронах не только не концентрировались, а похоронили, ну и вроде все, нет, не все, а все только начинается, начинается молитва за упокой в душе. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.